Всегда существует 10% людей, которые очень-очень хитрые, очень-очень, можно сказать, скользкие, очень-очень жадные, и они постоянно врут, они постоянно пытаются найти лазей, чтобы лишь бы где-то что-то хитрит, они на прямой дороге пойти не могут, они действительно не могут по прямой дороге пойти, поверьте моим словам, это так, он вот говорит, принесись в стакан воду, он что-то все равно там должен придумать, дай ему 100 рублей, иди купи спичку, просто спичку купи, он придумает, как это 100 рублей, 2 рубля у тебя обманут, он, ну не знаю, такой, по крайней мере, не могут оттуда, спичку откроет, два-три шутушка заберет, что завтра мне вдруг пригодится, он такой, ничего не поделаешь с ними, 10% людей, они действительно всегда будут хитрить, всегда будут воровать, всегда будут обманывать, да хоть что угодно делать, они это будут делать, они это все равно будут делать, вы должны это очень хорошо запомнить навсегда, теперь внимание, 80% людей всегда смотрят на руководителя, всегда смотрят как вы организует работу, если вы организовали работу правильно, они делают все правильно, если вы слабый руководитель, не требуете, не показываете, не контролюйте, они превращаются лентяя и начинают подчиняться, они стали хитрыми, они начинают просто так, они говорят, значит так нормально, просто придет зарплата получать, уйдет и делает вид, что все правильно, потому что вы дрыжер, вы создаете музыку, они только играют музыку, которую вы создали, правила создаете вы, не они, не надо их обвинять, они будут подчиняться просто как руководитель организуют работу, они просто будут так себя вести, получается, что смотрите, вот это от вас зависит, а эти люди, они всегда добросовестны, даже если у вас работа плохо организована, эти люди не бездельничают, он самостоятельно, он придет сидит, делать что-то, даю вам слово, что любой организации зайдите, найдется два-три человека, которые никогда не бездельничают, он сидит, что-то делает, работа, он знает, что я пришел сюда, мне надо поработать, потому что он сознательный человек, он сам такой, теперь внимание обратите, а эти люди от вас зависят, что вы должны делать, вы должны научиться сделать так, чтобы вот этих людей никогда не попали, вы должны такую стену построить, чтобы вот эти люди не попали в вашу организацию, если он попал, чтобы не мог выживать, чтобы не мог выживать, вы должны так придумать систему, чтобы ему не было места в организации, чтобы он не мог выживать там, чтобы система быстро его вытаскивала наружу, через KPI, через систему наблюдения, через бизнес-процессы, что если вдруг этот человек момент найма хитрил, попал туда, чтобы каким-то образом его фильтровали, выкидывали, видите, все-таки от кого зависит потом результат команды, результат работы, от руководителя, вот эту систему запомните, поэтому постоянно беспрерывный найм большой роль играет, постоянно нанимаете людей, постоянно нанимаете, и кто слабее, кто того, увольняете, не жалейте никого, не жалейте никого, вы там не детский сад строите, вы не нянчите, вы не то, что, вам не надо стать хорошим дядем, вам не надо это делать, вам не надо стать хорошим родственником, хорошим дядем и так далее, в конце концов, вы платите, требуете, чтобы люди делали свою работу хорошо, вот тогда результат аншола будет гарантирован, обязательно, это вам что-нибудь давали, эта формула? Запомните это навсегда, под контроль держите, чтобы вот их не появилось, если их будут больше, больше, запомните, они заражают других, не дай Бог, кто-то такой человек еще попадает на руководящие должностях, на лежи, невозможно строить успех, невозможно строить счастье, невозможно построить что-то долговременное, помните всегда, не себя и никого не обманывайте, потому что, если видеть, что вот это черный, лучше признайте это черный, говорите откровенно о своих недостатках, не пытайтесь закрывать глаза партнера, закрывать глаза подрядчика или заказчика и так далее, это фальш, фальшивая работа, она никогда не ведет к конечному успеху, не делайте это никогда, помните, пожалуйста, это, успех строится именно на честности, на справедливости, можно сказать, именно фундаментальные вещи строятся на правда, будьте таким человеком, вы увидите, как результат будет, если даже вы ошиблись, признайте эту ошибку, придите, говорите, никто же не убьет тебя, поэтому это делайте везде, это должно быть и дома, и в семье, и везде, везде, так не должно быть, не думать, что жену можно хитрить, если партнером быть честным, это нельзя, потому что это у вас все равно, характери будут сидеть, и вы будете удобнее, вы будете подводить кого-то, и это отражается, в голове держите, на лежи никогда не строится долговременный успех или счастье, никогда не строится, вы должны построить крепкий фундамент, крепкий фундамент создайте, она вас, вы знаете, она внутри вас, вам надо просто выбирать, выбирать, когда иногда некоторые люди приходят, мне говорят, мне пришлось вот так делать, потому что тот партнер хитрый или так, я говорю, нет, ты выбирал, у тебя всегда есть выбор, ты выбрал такого, ты выбрал, что так, не говори, что там кто-то, значит, ты реагировал на то, что кто-то так сказал, а зачем ты реагируешь за то, что кто-то так сказал, если ты такой человек, если ты действительно внутри себя выбрал, что я буду таким человеком, ни одна ситуация, и ни один человек не может мешать тебе, невозможно, И знаете, что еще заметил? Чем больше вы будете поработать над собой, чтобы выбрать, что я стану таким человеком, я буду всю оставшую жизнь вот так работать над развитием этого состояния, что произойдет? Со временем вас будут окружать больше таких людей. Какой вы сами, такие люди будут прийти к вам больше, 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 больше. Если вас постоянно хитрят и постоянно обманывают, постоянно не то, помните, где-то у вас тоже внутри сидит такой гнилой человек. Вы же, когда подойдете к зеркалу, себя видите, точно меня не видите там. Или соседы согласны? Вот, работайте над этим.